В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгурзы Ганшина. Глава администрации Самара Олег Фурсов проинспектировал несколько продуктовых магазинов. Дело в том, что в СМИ все чаще стали появляться жалобы горожан на некачественные продукты. В рейде приняли участие представители городского департамента потребрынка, Роспотребнадзора, прокуратуры, Федеральной миграционной службы, Государственной инспекции труда. Чтобы порадовать себя натуральными витаминами в виде свежих овощей и фруктов, их придется еще поискать. В одном из крупнейших гипермаркетов в сети «Магнит», что находится на партизанской, покупателям предлагают подгнивший лук, почерневшие бананы и испорченные яблоки. Несмотря на совершенно нетоварный вид яблок, стоимость их довольно высока – 82 рубля за килограмм. Про качество молчим, лишь бы не перевели нас на талонное обслуживание. Очень дорого, людям невыносимо жить. Очень дорого. Цены действительно завышены, отметил мэр города Олег Фурсов. Особенно на продукцию отечественного производства. Меня удивила стоимость лимонов и стоимость яблок. Яблоки под маркой «Голден» выглядят. Я хочу сказать, у меня на даче лучше яблоки растут. И они дороже, чем лимоны, которые мы везем с других стран. Это просто удивительно. Оценить обстановку в торговых сетях вышли также представители городского департамента потреб рынка, Роспотребнадзора, прокуратуры, Федеральной миграционной службы и Государственной инспекции труда. Вопросы были не только к качеству товаров и ценам на них, но и к благоустройству прилегающей территории. Однако ответить на них никто не захотел. Директор гипермаркета так и не вышла из своего офиса. А в четверг мы встречаемся с руководством «Магнита» Всероссийского. Они к нам приезжают. Я думаю, эти вопросы мы перед ними тоже поставим. Наверное, здесь дело закончится отставками этих директоров, раз они не следят за продуктами. Следующий визит в «Магнит» поменьше. Формата у дома на улице Новосадовой. Здесь масштаб скромнее, но испорченные продукты убирать также не успевают. Подгнившие гранаты, лук и мандарины. Книга жалоб подтверждает – это не частный случай, а постоянная практика. Картофель для бомжей. Цены должны соответствовать качеству товара. Книгу жалоб дали со скандалом. Директор супермаркета пообещал – за товаром будут следить более тщательно. А вот указания по ценам им приходят из главного офиса из Краснодара. Последние несколько дней менялись цены? Ну, у нас периодически приходят изменения цен. Может, даже один-два раза в день. Снижаться стало или все-таки… Снижаться. В магазине по соседству в «Пятерочке» качество овощей и фруктов радует. В отличие от их количества. Выбор невелик. Глава администрации Олег Фурсов обратил внимание и на стоимость хлеба. Социальных цен нет. Самые дешевые буханка пшеничного – 24 рубля. В мэрии будет проведено отдельное совещание по росту цен. Департамент потребрынка уже начал проверять овощные и оптовые базы. Каковы их запасы? А главам районов поручено мониторить состояние продукции в федеральных сетях. По результатам мониторинга торговых сетей, всех торговых сетей города, мы будем принимать решение об обращении с ходатайством в прокуратуру, если это понадобится, о проведении внеочередных проверок. И тогда каждый магазин любой торговой сети, неважно, как она называется, он будет проверен, так сказать, как говорится, сверху донизу. Наши горожане должны быть уверены, что власть их защищает и имеет для этого все ресурсы. Также запланированы переговоры с торговыми сетями, чтобы ценовая политика в отношении Самары была изменена. Большую долю в ассортименте продукции должны занимать местные производители. Это полностью соответствует установкам губернатора области и министра сельского хозяйства. Цены на товары, производимые на месте, должны быть приближены к реальным возможностям людей. Марина Матвеяшина, Константин Головин. События. Следом проверку в магазинах федеральных торговых сетей обещает провести и полиция. В правомерности действия сотрудников охраны заставила усомниться история, которая вызвала широкий общественный резонанс. В одном из магазинов «Магнит» в Кронштадте по подозрению в краже трех пачек масла была задержана 81-летняя блокадница. В отделении полиции женщине стало плохо, позже она скончалась. Прокурорская проверка показала, блокадница ничего не крала. В подтверждении видеозапись с камеры наблюдения. Более того, пенсионерка предлагала расплатиться за масло, но деньги у нее не взяли. Компания принесла соболезнования семье и блокаднице только спустя три дня. В официальном твиттере ритейлер сообщает о трагическом стечении обстоятельств, которые привели к смерти Раузы Галимовой. При этом заявлено, что директор магазина действовал согласно инструкции, но в данном случае надо было отойти от формального выполнения обязанностей. Читаем в записи. Сейчас уголовное дело расследует Следственный комитет. Административное дело могут завести на застройщика дома по адресу Красноармейская, 116. В Самаре незаконную многоэтажку внесли в реестр самовольных построек. По документам, земля выкуплена под индивидуальное строительство. Но застройщик решил тремя этажами не ограничиваться. Проблему взял на контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн. Тревогу жители улицы Красноармейская забили год назад. Практически во дворе их дома начали рыть котлован. Мало того, что людям мешает шум, строительство многоэтажки нарушает все санитарные нормы. Дополнительную нагрузку могут не выдержать старые коммуникации. Кроме того, рядом с домом проходят грунтовые воды. Все плывет. Даже дверь гаражей зимой перекашивает. Их открыть очень сложно. Очень близко к грунтовой воде. В соседнем 110-м доме у них вообще в подвал вода уходит постоянно. У них откачивает чуть ли не ежедневно воду из подвала. А как они собрались строить большой высотный дом здесь, и кто им дал на это разрешение, непонятно. Разрешение на строительство высотного дома никто и не давал. По документам, земля приобретена под индивидуальное жилое строительство. О том, что рядом хотят возвести 10-этажку, местные жители узнали на публичных слушаниях. Но категорически выступили против. Хотя, согласно протоколу, большинство стройку якобы поддержало. Возмущенные люди обратились за помощью к властям. С инициативной группой жителей встретился председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Спустя две недели он рассказал, как продвинулось дело. Мы людям обещали предпринять определенные шаги. Эти шаги предприняты. На сегодняшний момент данный объект внесен в реестр самовольных объектов. И на сегодняшний момент департамент соответствующей службы города готовит соответствующие данные для обращения в суд. К решению проблемы подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн, обнадежив жителей. Опубликованные в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме – веский повод оштрафовать застройщика. Сейчас мы направим обращение в адрес нашего управления по надзору за долевым строительством, поскольку на объекте идет привлечение средств граждан. Это незаконно. Установлены серьезные административные ответственности, штрафы до миллиона рублей. Чтобы не разбираться потом с новыми обманутыми дольщиками, городские власти намерены обратиться с жалобой в управление по надзору за долевым строительством в ближайшее время. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. В Ленинском районе прошел первый в этом году семинар с участием председателя ТСЖ ЖСК. Их в районе более сотни. Цель ежеквартальных встреч – повысить квалификацию специалистов, которым жители доверили управление своими домами. На поездке самые острые вопросы, как сделать работу сотрудников ТСЖ ЖСК, безопасной, как правильно проводить собрания и спланировать расходы на домовые нужды. У нас ежегодно правление ТСЖ должно предоставить на утверждение собрания членов ТСЖ смету расходов ТСЖ. То есть обсудить все расходы, какие будут в течение года предстоять, не какие хотят жители или не хотят, а какие обязательно по закону. Обязательно перечень мы должны утвердить и, соответственно, его должны собственники профинансировать. Вот это нужно все донести до жителей, чтобы смета была утверждена. Семинары для председателя ТСЖ ЖСК пройдут в каждом районе города. На встречах со специалистами, управляющими домами, смогут не только приобрести новые знания, но и получить ответы на все волнующие вопросы. Важное сообщение для автолюбителей. В Самарин-Московском шоссе в районе пересечения с улицы Коммунистическая появился знак, запрещающий остановку транспортного средства. В нашу редакцию начали поступать звонки телезрителей с жалобами о том, что их не предупредили об установке нового дорожного знака. Автолюбители по привычке парковались на излюбленных местах, а выйдя с работы не находили свои машины. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательнее и обращать внимание на новые дорожные знаки. Я сегодня с утра ехал на работу, где-то примерно без 15.9. Я заметил, что с двух сторон стоят сотрудники ДПС и начинают эвакуировать машины. Вчера никакого знака не было здесь, машины также стояли. Вечером, конечно, не знаю, не могу вам точно сказать. Но, по идее, должны были предупреждать нашу компанию. Бдительными в эти дни стоит быть всем. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе растет. Много их и среди школьников. Десятки учеников самарских школ вместо того, чтобы грызть гранит науки, лежат дома с градусниками. Частично карантин введен в 40 учебных заведений города. Три школы временно закрыты полностью. В остальных на внеплановые каникулы ушли некоторые классы. Юлия Копылова из 9-го А-класса гимназии номер 11. Занятия старается не пропускать. Уже и не помнит, когда болела последний раз. Уверена, чтобы оставаться здоровой в самый разгар вирусной инфекции, надо следовать простым правилам. Всегда надо мыть руки, когда приходишь домой после школы или с прогулки, ну, откуда-либо. Во-вторых, стараюсь теплее одеваться, чтобы не мерзнуть. Всегда закрываю окна, чтобы не было сквозняка. По утрам пью витамины, потому что зимой их чаще всего не хватает, и в овощах и фруктах их тоже мало. Ну, в принципе, все, и благодаря этим правилам можно не болеть. Сегодня в 11-й гимназии на карантин закрыты 4 класса. Вирус подхватили порядка 30 человек. Чтобы заболевших было как можно меньше, уборку в классах делают со специальными средствами, а учителя проводят профилактические беседы с детьми и родителями. Ни один ребенок, попавший под удар вируса, не скроется от зорких преподавательских глаз. Как классный руководитель всегда слежу за состоянием детей. Малейшие признаки какого-то вирусного заболевания отправляем в медпункт, чтобы ребенок не мог заразить всех остальных. По самочувствию заложен нос, жалуются на боль в горле, допустим, на уроке плохо работает или по лицу видно, что и цвет кожи не тот, и состояние не то. Сразу отправляем в медпункт. У нас с этим серьезно все. Класс закрывают на карантин, если в нем более 20% заболевших детей. Школу, если уже закрыли 20% классов. Всего в Самаре свыше 160 средних образовательных учреждений. Почти четверть из них охватила эпидемия гриппа и ОРВИ. В 33 школах на карантине более полутора сотен классов. Еще три школы закрыты полностью. Это очень хорошая, эффективная мера. Она позволяет закрыть на карантин. Она среди детского населения как бы приостанавливает распространение. И, естественно, буквально стоит на неделю закрыть школу, и уже через неделю основная масса выздоровела. И те, кто не успел доболеть, а ушли на карантин просто по причине того, что многие болеют, они приходят не переболевшие. То есть сохраняем здоровье тех, кто еще не заболел гриппом. Впрочем, внеочередные каникулы в 11-й гимназии близятся к завершению. Школьники вернутся за парты уже на следующей неделе. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. А вот будущим первоклассникам больше не придется проходить медосмотр. Соответствующие поправки в профильные федеральные законы подготовил Минздрав страны. В этом учебном году профосмотры включали в себя целый ряд врачей-специалистов. В самарских поликлиниках часть из них работали раз или два в неделю, а некоторые и вовсе находились в летнем отпуске. В результате на получение справки семьи будущего первоклассника тратили не меньше двух недель. Осмотры при поступлении в школу по информации Минздрава дублируют ежегодные медосмотры для детей до 17 лет. А потому их отмена позволит сэкономить время родителям, а также снизит нагрузку на врачей. Тем временем в школах региона продолжают открывать мемориальные доски в честь героев-интернационалистов. В 15-й самарской школе увековечили память своего выпускника, участника войны в Афганистане. Погиб при исполнении воинского долга. Больше об Андрее Казаневе ничего не известно. Он служил в десантных войсках, погиб в 1984-м в самом начале Афганской войны. Тогда ему было всего 19. Посмертно Андрей награжден орденом Красной Звезды. В школе, где он окончил 10 классов, установили мемориальную доску. Всего с войны в Афганистане не вернулось 45 десантников из Самары. Таких памятных комплексов установлено в городе области порядка 20. Был день матери и собирались матери погибших как в чеченских войнах, в войне первой-второй кампании, так и в Афганистане. Мы дали слово, что все погибшие парни будут увековечены. Мы также сказали, что мы не будем вешать только десантникам доски. Мы постараемся повесить всем. К открытию в Самаре готовится первая инклюзивная школа журналистики. Обучиться в ней смогут как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и просто все желающие. Познакомиться ближе с профессией, научиться писать статьи и фотографировать можно будет абсолютно бесплатно. Вот, пожалуйста, небольшая анкета. Тут стандартная анкетная данная. И перед этим я тебя попрошу ответить вот на такие вопросы. На обучение в инклюзивной школе журналистики Анна Панджакидзе в числе первых. Девушка успешно прошла собеседование. Несмотря на инвалидность, Аня ведет активный образ жизни. Учится в музыкальном училище, участвует в волонтерском движении. Теперь и решила попробовать себя в роли акулы-пера. Это, в принципе, очень интересно. Я люблю всякие новые проекты, мероприятия. Все, что может связывать с окружающим миром, если можно так сказать. И плюс у меня мама какое-то время тоже работала в газете. И вот мне стало интересно посмотреть, как это изнутри. Занятия в инклюзивной школе журналистики будут проходить два раза в неделю. За время обучения опытные преподаватели расскажут, как писать статьи и заметки. Научат ребят фотографировать, познакомиться работой радио, телевидения, интернет-изданий и пресс-служб. Школа инклюзивная, поэтому учиться здесь смогут как молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, так и все желающие. В поддержке молодежи с тяжелыми формами инвалидности это как раз самое важное. Именно инклюзивная деятельность. То есть, когда дети не являются просто пассивными получателями услуг, а когда они полностью действуют, общаются, работают наравне со сверстниками без инвалидности. Инклюзивная школа журналистики начинает работу в феврале. В первый поток планируется обучить 30 человек. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Журналисты, рекламщики, любители, профессионалы могут принять участие во всероссийском конкурсе социальной антинаркотической рекламы. По мнению специалистов, число наркозависимых поможет снизить пропаганду здорового образа жизни и антирекламу наркотиков. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 марта по 15 апреля. Выберут лучшие работы в пяти номинациях. Видеоролики, буклеты, баннеры, всевозможные акции. В прошлом году у нас от нашей области было направлено 9 роликов антинаркотической тематики. Это видение той же самой молодежи на проблему наркомании. Именно проблему со стороны молодежи, со стороны нашего подрастающего поколения, как они ее видят и как с ней стоит и нужно бороться. Итоги конкурса подведут уже в июне. Победители ждут благодарности и ценные подарки. Все подробности можно узнать на сайте областного наркоконтроля. Возможное заглянуть внутрь ракеты появилось на днях у жителей областной столицы. В музее Самара Космическая открылась новая постоянная экспозиция. Какими были заводы и предприятия у истоков космической эры? Из чего состоит ракетный двигатель? Секреты производства выведала Алина Чемберес. Легкое движение пальца и на интерактивном панно высвечиваются детали ракеты, сделанные на отдельно взятом заводе. 16 предприятий со всех уголков Советского Союза были эвакуированы в Куйбышев во время Великой Отечественной войны. Именно тогда, более полувека назад, в столице региона было положено начало эре космических технологий. На выставке, посвященной 70-летию Победы, истории жизни великих конструкторов и инженеров, подробный чертеж ракеты и интерактивная экспозиция. Идея проекта, говорят в музее, возникла как ответ на излюбленный вопрос посетителей. Любой обыватель, заходя в наш музей, любого уровня, любого возраста, первый задает вопрос, можно ли попасть внутрь ракеты. То есть мы рассказывали, ну вы понимаете, что такой объект красивый на улице, он не может не привлечь внимания. Мы рассказываем, что это внизу топливные баки, первая ступень, вторая, третья. То есть, ну и только наверху полезная нагрузка, до которой добраться на самом деле невозможно. Какими были заводы и предприятия у истоков космической эры? Благодаря чему Самара получила статус космической столицы? И даже каким образом ракету привозят на космодром? Для посетителей все тайное в один миг становится явным. Музей современный, выставка живая. Экспозицию периодически будут менять и дополнять. Музей созрел уже до того, что мы можем в интерактивной форме вот здесь показывать уже каждого лауреата, каждого директора завода рассказывать. И это очень хорошая провокация. Вот сегодня, когда открывали, директора завода здесь были, и каждый говорит, а вот здесь надо пополнить. Каждый хочет пополнить. То есть вот современные технологии позволяют пополнять эту историю. На новой космической выставке порядка 20 экспонатов. Теперь зритель не только слушатель, но и непосредственный участник диалога. Увеличивать и уменьшать чертежи, переключать тумблеры. Интерактивная экскурсия станет увлекательным путешествием для людей, далеких от звезд. Все задачи были решены комплексно. И дизайн здесь, и интерактивные экспонаты, и обычные экспонаты дополнились какими-то интерактивными пояснениями. Стать ближе к звездам и космическим достижениям легко, уверяют в музее. Достаточно одного легкого движения. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Далее смотрите новости экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал SamarGis на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале SamarGis. Самарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ЗАО «Торговый дом Перекресток», ООО «Агроторг» магазины «Пятерочка» и ЗАО «Тандер» магазины «Магнит». По признакам нарушений, предусмотренных в пункте 1 части 1 статьи 11 Федерального закона номер 135 о защите конкуренции. Согласно законодательству, компании могут признать картелем, соглашения между которыми привели к установлению или поддержанию завышенных цен на рынке. В их действиях специалисты усмотрели ценовой сговор. По исследованию компании «Мастеркард», в среднем россияне тратят на покупки ради удовольствия от 1000 до 2500 рублей за одну вещь. При этом женщины радуют себя ненужными, но приятными покупками немного чаще мужчин. Чаще всего среди покупок россиян фигурируют одежда, обувь или сумки. На втором месте шоколад, конфеты или пирожные. А замыкает тройку предпочтений необязательных покупок – билет в театр, на концерт или на спортивное мероприятие. Снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам привело к снижению российского турпотока в Чехию до 40%. Такие данные озвучило чешское телевидение 24. По его данным, за высокий сезон рождественских каникул страну посетило на 40% меньше российских туристов, чем в прошлую зиму. Более того, туристы стали значительно больше экономить на покупках. Так, в январе в Чехии российские туристы потратили в республике на 61% меньше средств. За товары и услуги каждый из них заплатил в среднем 7 646 крон, или примерно 340 долларов. Также по статистике посольства и консульства выдали в среднем на 23% меньше виз в Чехию, чем в 2013 году. Дорогие чехи, больше санкций! Потом будете приплачивать, чтобы к вам россияне поехали. Российский рынок мотает в разные стороны. Только что он рос на фоне дорожающей нефти, а теперь снова идет вниз. То же самое происходит с рублем. Увы, но пока украинская проблема не будет решена, а восстановление экономики можно будет только мечтать. Но, как говорят, решение этого вопроса осталось ждать недолго. А на сегодня это все. Хороших выходных! Избран новый президент Федерации велоспорта Самарской области. Крылья советов могут выкупить Сердерова. Новым президентом Федерации велоспорта Самарской области избран мастер спорта международного класса по велоспорту, призер и участник престижных всероссийских международных соревнований Евгений Лукьянсков. Решение о назначении принято единогласно на отчетно-выборной конференции Федерации велоспорта. В руководящий Совет Федерации также включен директор спортивно-туристического клуба «Велосамара» Роман Еремкин. Нападающий Анжи Сердер Сердеров на правах аренды официально перешел в самарские крылья советов. Аренда 20-летнего футболиста рассчитана до конца сезона. По условиям соглашения самарцы смогут выкупить форварда за 600 тысяч долларов. В нынешнем сезоне ФНЛ Сердеров провел 11 матчей, забив лишь один гол. Вопрос, зачем покупать и арендовать? Других вариантов нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова